МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов, у него 7,7%. Леонид Слуцкий получил 2,31% голосов и Владислав Даванков 2,6%. Явка избирателей составила 80,51%. Окончательные итоги голосования на территории Республики Калмыкия будут утверждены на заседании избирательной комиссии региона. А по завершению третьего дня голосования эксперты общественного штаба по наблюдению за выборами подвели итоги. На мониторе в режиме онлайн наблюдатели отслеживали все этапы голосования во всех районах Республики. По словам руководителя штаба Аббатера Мучаева, свои функции все 636 наблюдателей исполнили профессионально и с полной ответственностью, обеспечив легитимность и прозрачность голосования. С работой, я считаю, мы все справились. И техника тоже выдержала. И очень плодотворно мы работали на участках. Многие выезжали на участки. Анализ хороший, глубокий проводили. Пресс-подходы проводили, комментировали. Очень активно участвовали. Все мы люди компетентные, все люди с опытом. И поэтому, подводя итоги вот этих трех дней напряженных, я хотел бы сказать, что практически без сучка, без задоринки выборы прошли. Нарушений, как таковых, не было вообще. Нам, экспертам, было очень удобно работать в том плане, что любые цифры, любые данные, по первой же просьбе они нам предоставлялись. Все были в теме, все данные обновлялись бесконечно и оперативно. Это большая работа и очень приятно, что такая слаженная работа. Вы знаете, далеко не всегда бывает. За эти дни мы активно работали. Я посетил, наверное, большую часть участков, которые были в городе и за пределами города, в районах республики. Но проходило и не только там, но и с Валерием Ильичем Чубом по правам человека, представителям по республике Калмыкия. Мы выезжали в следственный изолятор, УФИЦ, где наши граждане тоже, которые находятся под следствием или заключенные, голосовали на местах. И такая практика была. Везде граждане изъявляли свою волю и изъявление, потому что они законом имеют это право. В свою очередь, эксперт общественного штаба по наблюдению за выборами в Калмыкире и Садзи Киева отметила высокую организацию выборного процесса в регионе. А по мнению Александра Ашиметова, активность граждан говорит об ответственности общества в решении важных политических решений. Третий день выборов только подтверждает те выводы, которые я вчера сделала как эксперт. Прежде всего, четкая организация работы как по вертикали, так и по горизонтали. То есть, работая всех на уровнях муниципальном, на уровне региональном. И те же принципы я сегодня тоже озвучу. Это открытость, доступность, прозрачность. Общая наша совместная работа позволила, на мой взгляд, организовать главные выборы 2024 года без всяких эксцессов. Но и здесь надо подчеркнуть важность понимания со стороны граждан Республики Калмыкия, со стороны населения регионов, которые очень серьезно подошли к данному избирательному процессу. Как эксперт штаба общественного наблюдения, как гражданин России, я могу сказать, что высокие показатели явки показали сплоченность народа, веру в будущее России, веру в будущее нашего народа. И народ верит в наше государство. Калмыкия подошла к этому ответственно. И организация, я наблюдал, организация избирательных участков очень высокая. Депутат Государственной Думы Бадма Башенкаев в очередной раз провел прием пациентов в листе на базе городской поликлиники. По итогам консультации трое пациентов направлены в федеральные центры для высококвалифицированной помощи. Двоим предписано хирургическое лечение. Одна пациентка получит консультацию сурдолога, который приезжает в Калмыкию в этом месяце. По словам Башенкаева, работа обычным врачом-консультантом не дает забывать базис медицины и законотворчества. Мы работаем для пациента и гражданина, и задачи законодателя обеспечить максимально эффективную подготовку законов об охране здоровья населения. А для медицинского персонала условия работы, оплаты, защиту и поддержку в сложных ситуациях, прокомментировал известный онкохирург. Тен Калмыкия на выставке «Россия» посетила делегация Королевства Камбоджи. Гостям рассказали о традициях калмыцкого народа и его культуре. Подробнее остановились на открытой в текущем году буддийской воскресной школе. Так, зарубежная делегация узнала о занятиях по буддийской логике, хайратской письменности, которые проводят в школе монахи центрального хурула «Золотая бицель Будушек Ямуни». Иностранцы попробовали себя в мастер-классах по каллиграфии Тутобичи, калмыцкой головоломке «Нерин Шинджи», «Стрельбе из лука», «Национальной игре Альчики» и «Вышевке лентами». В КалмГУ имени Городовикова началось обучение в рамках программы повышения квалификации помощник прокурора района или города. Прокурор калмыки Виталий Семенченко принял участие в торжественном открытии и дал старт новому проекту. Он отметил, что образовательные модули поспособствуют повышению уровня подготовки будущих прокурорских работников. Отмечу, что главный вуз республики и надзорный орган региона объединили усилия в целях развития потенциала будущих юристов. Курсы созданы в рамках соглашения взаимодействия между вузом и ведомством. Выпуски новостей и также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV, зеленой точке Ростелекома, на сайте kalm.ru, а также на официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграм. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...